Тот доклад, который вы нам присылали на предыдущий стол, название «В рамках нашей тематики, тематики нашего круглого стола», то есть «Центр гуманитарной института». Да, да, конечно. Итак, коллеги, очень рад всех приветствовать. И мой доклад называется «Бионика и этика. История и актуальность». Ну, я вкратце расскажу о прямосвязи этих двух понятий «Бионика и этика» в, скажем так, ретроспективном аспекте и в аспекте повседневной актуальности настоящего времени. Ну, начнем с того, что «Бионика» сама по себе – это уникальное достаточно, скажем так, явление. То есть она появилась, с одной стороны, она выглядит как избыточная сфера, укрупненная группа наук междисциплинарных. Такое расширение кибернетики в свое время произошедшее. С другой стороны, она никак не исчезнет, так сказать, а наоборот активно совершенствуется, развивается во всем мире, так сказать, является, скажем так, порталом наиболее актуальных технологий, в том числе и таких, как искусственный интеллект, разрабатываем на базе нейросетей по аналогии с, скажем так, естественным интеллектом, ну, или, по крайней мере, стремящийся к тому, чтобы достичь или превзойти, да, естественность интеллекта. Таким образом, «Бионика» с самого начала своего возникновения в 60-м году, она, скажем так, сразу же, ну, сразу же заявила себя наукой, которая призвана в том числе и изменить человека, возможно, к лучшему, да. Ну, вот, поскольку, ну, мы знаем, что достаточно серьезным направлением в бионике является биомедицинская техника, ну, вот, протезирование, так сказать, искусственные органы всевозможные в медицине, да, такое классическое бионическое направление. Естественно, что на базе этого направления сразу же, так сказать, вот именно вот эта сторона, связанная с киборгизацией, да, она была подхвачена журналистами и вызвала такой хайп в 70-е годы в Америке, что, скажем так, так, сообщество уйденных биоников на тот момент, оно даже открестилось от термина «бионика» и выдвинуло новый термин «биомиметика», да, который вот в настоящее время является, ну, таким, наиболее, что ли, узнаваемым в научной литературе международной и, в частности, стандарты ИСО, вот, про которые я упоминал на выступлении на предыдущем, они звучат как стандарты ИСО по биомиметике, хотя биомиметика – это абсолютный синоним бионики в том виде, в котором бионика возникла в 60-м году и существовала у нас, и в Германии, и так далее. Ну вот, таким образом, вот вопрос о, скажем так, этической стороне допустимости вмешательства вообще в человека как, скажем так, создание высшего порядка, да, неизведанное до сих пор, так сказать, вот именно, скажем так, споры на тему допустимости, споры на тему, так сказать, возможности, они были с самого начала. Но при этом, так сказать, вот этот вот маленький аспект биомедицинской технологии – это всего лишь маленький аспект, скажем так, бионики как науки, потому что бионика как направление, да, наиболее, наверное, удачный термин, описывающий бионику, предложил Бонифатий Михайлович Кедров, известный философ советский, который также занимался, в том числе, поддержкой философского дискурса по вопросам становления бионики, курировал эти вопросы в секторе проблем естествознания. И, значит, он предложил такой термин, что бионика – это учение о механизмах самосовершенствования живых существ на всех уровнях организации. То есть это немножко не тот термин, который мы привыкли встречать, там, еще начиная с имен Джека Стилла, который звучал как то, что бионика занимается переносом, использованием технологии живого для, так сказать, применения в технологиях человека. Хотя это тоже достаточно широкий, в принципе, глубокий достаточно термин. Так вот, если мы посмотрим применительно к теме создания Центра по этической экспертизе, чем может быть бионика полезна, чем она может быть актуальна? Именно тем, что сейчас она становится, она как бы устанавливается в мире как учение о механизмах самосовершенствования. Механизмы самосовершенствования, точнее, совершенствования живых существ – это очень глубокий вопрос, который в равной степени можно рассматривать и в любом биологическом объекте, так и в человеке на любых уровнях организации, в том числе и психики человека. Поэтому, скажем так, хорошее представление, видение о том, как уживаются между собой живые организмы, о том, что такое жизненная форма или экоморфа, как формируется экологическая ниша, которая оказывает давление на биологический вид и способствует видообразованию новому. Как устойчивой форме. И вот здесь мы можем подобраться к пониманию того, что такое, собственно, какие вообще критерии могут быть реальны. Что такое для нас хорошо, а что такое плохо. И вот именно изучая механизмы мастерства природы, механизмы, которые позволяют увязывать воедино целые комплексы живых объектов с разными целями, с разными циклами, в единые системы. И, скажем так, здесь уже мы имеем образ сада, образ такого райского сада, как желаемый образ. И, соответственно, механику создания этого сада мы можем воспринимать как критерии для оценки хорошо или плохо, позитивный или негативный сценарий. То есть для выработки вот именно этих основ вот этой самой экспертизы. Ну вот, наверное, я на этом остановлюсь, потому что это тема такая очень обширная. Вот, коротко все. Таким образом, я хочу просто, так сказать, подвести итог, что бионика сейчас, она находится в стадии становления. В стадии, точнее, стандартизации она уже выходит как уже существующая наука, да, практически. Причем процесс этот идет во всем мире параллельно. То есть нельзя сказать, что мы здесь там отстаем от чего-то. И мне кажется, что именно если мы обратим внимание на большой объем исследований в области бионики, а их надо собирать, потому что они все разродены по разным отраслям, да, то есть в частности наша секция этим и занимается, потому что мы это все восстанавливаем. То есть если мы будем иметь именно работы, связанные с опытом, переносом мастерства природы в мастерство человека, а мастерство здесь, я имею в виду, как архетип, да, как архетип мастера-творца, то мы можем нащупать именно те самые критерии, которые позволят нам сделать экспертизу не формальной, а реальной. Вот, наверное, на этом я и останусь. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Сейчас Георгий Георгий говорит о нем еще в 3 дня.